Я разместил у себя на сайте и в дальнейшем посмотрел, что уже не только у меня на сайте висит блогеры России, подхватили мои манифесты и у себя расставляли везде. Даже я их не знаю, и лично не знал никогда этих блогеров. Блогеры всей страны подхватили, у себя начали раскидывать его. Обсуждения сейчас, конечно, идут глобальные такие. Кто-то меня осуждает, кто-то поддерживает. Но для этого оно и было создано, что люди пусть думают головой. Ну, как это вот, то есть, почему вы решили сделать такое заявление, да, и как это отразится на жизни вашей? Ну, во-первых, заявление я сделал из-за того, что уже надоело все это терпеть, все, что творится сейчас, да, в стране. Детям мы не можем помочь, собираем народом всем, да, там, не можем собрать, там, 150 тысяч, 500 тысяч. Зато мы устраиваем эстафеты, огня по всей России носим его, в космос отправляем, там, куда еще засовываем, непонятно. Во все дырки, не дырки, можно сказать так, денег уходит очень много, а толку от этого нет. Даже вот эта последняя, можно сказать, капля крови такая уже, которая именно меня подвела к моему манифесту. Ну, что вы вот подразумеваете, что вот ваша квартира там, вот отдельное государство, что, как это отразится, как это будет явно? Нет, это не будет заявление, только заявление. Зная законы, да, Российской Федерации, есть много лазеек, где, если даже меня объявят, да, что вот поймают где-то на улице, скажут, вот ты нелегал, да. Ну, по закону Российской Федерации я обязан отправить в мою страну, значит, довезти до дома. Вот так вот. Я надеюсь, что люди меня поддержат и начнут также объявлять свои живые площади вне России. У нас нету справедливости. Вообще в России справедливость умерла, она здесь больше не живет. Я считаю, что в этом виноваты наше правительство, верхнее правительство. Это президент, ну, премьер-министр, они довели страну до такого состояния, что люди уже начинают просто биться и принимать уже меры радикальные. Я не знаю уже, что дальше будет, но, наверное, 2017 год не за горами. Смотрите, Максим, ну, вот, получается, как бы, вы объявляете там свою квартиру, да, отдельным государством, но, тем не менее, вы же будете пользоваться услугами этой страны? У вас паспорт, смотрите, да, русский, свет у вас есть, светит, да, вода, газ. Вы будете пользоваться этим всем? Я вот не знаю еще до конца, буду ли я пользоваться этим или нет, потому что после моего заявления, возможно, жизнь моя изменится, возможно, не изменится. Ну, есть несколько пути, я просчитал. Это первое, да, что моя жизнь изменится, меня полностью заблокирует без света, без воды, без ничего. Не будет поддержки народа, да, значит, полностью это изоляция будет. Я готов к этому, да, что, возможно, по этой дороге пойдет все. Второе, это, возможно, ну, это такое, как бы, что люди меня поддержат и уже будут дальше люди так же объявлять, такие же заявления делать. А какой бы вы хотели видеть итог вот вашей, так сказать, акции, заявления? Итог я написал, чтобы президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин покинул пост со своими, со всеми, с этим правительством. Сказать, что не боюсь, это соврать. Сказать, что боюсь, тоже не, ну, знаете, страх, это такое дело. Есть страх за жизнь, а есть страх за людей и за тех, за кого ты отвечаешь. Наверное, страх за тех, за кого ты отвечаешь, он больше. Это дети наши и наши близкие. И как они дальше жить будут, если страна разваливается. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова